Так, друзья, и в конце очень пошла активная тема сейчас обсуждения гектара на Дальнем Востоке. Вот я уже как анонс это сказал, что друзья в России хотели как лучше, получилось как всегда. То есть Трутнев инициировал процесс раздачи земли, Путин его брал, дальше чиновники в главе с Госдумой сдали идиотский закон с точки зрения применения этой инициативы, которая абсолютно не даст результата. За 16-й год они показали, что они сделали ограничение, что сначала для тех, кто живет в этом регионе, потом в Дальневосточном округе, потом берите все. Сегодня они подошли к тому, что никому эта земля не нужна. Без инфраструктуры, без вложения реально коммуникации. Это земля, мертвая земля. И тот закон, который они измертворожденный закон. И это все как всегда, за что берутся наши чиновники, это профанация. И соответственно, эта профанация сейчас начинает проявляться. И сказки о том, что несколько басичников или там какой-то поставили себе какую-то ферму и что-то развивают, это, ну я не знаю, для дураков, которые они эту лапшу вешают. Единственным решением этой проблемы это строительство Скайвэя. То есть, когда земля будет раздаваться там, где будут проходить трассы Скайвэя. И пока эти, ну так хочется, нехорошее слово крутится на языке, но я бы так сказал, не очень дальновидные, тоже на букву Д, но не то, что я хочу сказать, а недальновидные чиновники этого не поймут. Это все мертворожденный. Когда придет это понимание, друзья, я сказать не могу. Дать сейчас гектары-то до земли, вот у меня спрашивают, брать или не брать. Но если вы где-нибудь в Беребеджане или в 300 километрах в тайге от, ну не знаю, где-нибудь там, Благовещенска, хотите взять землю, возьмите. Зачем она вам там нужна? Вы туда даже доехать никогда не сможете. А когда встанет вопрос, что там будет трассировка линейного города, там пойдет Скайвэй, тогда, друзья, я вам первый скажу, где координаты, где брать земли. На сегодняшний момент разговаривать второй стороны, с кем это обсуждать, не с кем. Потому что они как несли хрень, так и продолжают нести хрень. Я это могу сравнить с чем? Что общаясь, вот допустим, вы общаетесь с Сергеем Брином, общаетесь с Джобсом, вы общаетесь. Вы общаетесь с Билл Гейтсом, то есть вы знаете, как будет развиваться электроника, вы будете знать, как будет развиваться мобильная связь, вы будете знать, как развивается мобильный интернет, вы намечаете себе планы, как дальше это будет развиваться. Вы являетесь акционерами, это по Фрейду, вы являетесь акционерами Apple, Microsoft, Facebook, Dell, еще ряда компаний. А рядом сидят дебильные чиновники, которые обсуждают, как надо проложить медные провода, чтобы телефонизировать Москву. А вы сидите и говорите, вы дураки что ли? Через пять лет ваш МГТС никому не нужен. Через пять лет будет Beeline, МТС и мобильный интернет, и мы все будем пользоваться компьютерами, а вы со своими проводами можете сидеть и делать что угодно. Вот понимаете, друзья, это точно такая же аналогия. Мы с вами обсуждаем Skyway, мы с вами обсуждаем перспективу развития, а эти недальновидные чиновники сидят и думают, что нам делать с Дальним Востоком. Skyway надо строить и инновационными технологиями заниматься, а не деньги тырить, так сказать, и делать очередную кормушку из любой инициативы. Это вот мой совет и мое отношение к тому, что реально происходит с Гектаром по Дальнему Востоку. Поэтому, друзья, мы как говорили, так и говорим, что Дальний Восток и вообще Сибирь, и вообще Россия может развиваться только с технологией Skyway. Пока этого понимания не будет, это все бла-бла-бла разговоры для дураков. Так как мы с вами, друзья, знаем перспективы Skyway, мы знаем, что делать, поэтому нам все равно, что они говорят. Потому что мы как акционеры будем получать прибыль от любого проекта, который будет развиваться в Индии, а там активнейшим образом идет процесс. В Арабских Эмиратах, в Индии, во Вьетнаме, в Камбодже, в Монголии, в Боливии, в Чили. Друзья, я сейчас просто вам перечисляю те регионы, где активнейшим образом идет проект. И мы будем получать. А будут ли они строить это на Дальнем Востоке, в Биробиджане или нет? Ну, друзья, за Биробиджан обидно, а вот за нас, как за акционеров, нет.